Мюнхенская конференция Хоть международное внимание и приковано по понятным причинам к Украине, и это создает новые риски для Южного региона, Армения по-прежнему привержена своей программе демократических реформ, поскольку мы верим, что демократические реформы, развитие демократических институтов, верховенство закона, права человека и независимая судебная система улучшат ситуацию в нашем регионе. Мы считаем, что это выгодно для всего региона и очень важно для нас с точки зрения выполнения своей части. Касаясь темы недавнего землетрясения в Турции, в помощь которой Армения направила и бригады спасателей, и гуманитарную помощь, вызвав тем самым недовольство среди оппозиции страны, Пашинян сказал следующее. Наш первоначальный мотив был чисто гуманитарным, и как мы заявили, мы готовы предоставить столько гуманитарной помощи, сколько позволяют наши возможности, и мы готовы это сделать. Что касается политического диалога, то, честно говоря, до землетрясения мы уже наладили политический диалог через спецпредставителей, и я считаю, что диалог очень важен. Мы также считаем, что возможности принятия политических решений в контексте этого гуманитарного диалога будут еще выше. Мы готовы двигаться вперед и считаем, что установление дипломатических отношений с Турцией и открытие нашей границы окажут очень положительное влияние не только с точки зрения нашей региональной ситуации, но и с точки зрения международной ситуации. На последовавшее замечание о том, что международное сообщество обеспокоено и все следят как за гуманитарной ситуацией в Турции, так и за ситуацией в заблокированном Лачинском коридоре, Пашинян согласился, что международное внимание должно быть сосредоточено на этой ситуации, так как в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года есть очень конкретные пункты относительно Лачинского коридора. Согласно этому заявлению, обязанности Азербайджана и российских миротворцев сохранять коридор открытым, но сейчас совсем иная ситуация. Лачинский коридор заблокирован на протяжении уже 70 дней. В Нагорном Карабахе не только гуманитарный, но и энергетический кризис, и это может вызвать необратимые гуманитарные последствия для армян Нагорного Карабаха. На вопрос модератора, может ли азербайджанская сторона сделать какие-либо гуманитарные жесты, чтобы блокада в Нагорном Карабахе была снята, президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что «карабахские армяне – граждане Азербайджана, и все меньшинства имеют одинаковые права, в том числе касательно культуры». По словам Алиева, практические обсуждения с представителями карабахской и армянской общины могут начаться после того, как, цитирую, «гражданин России Варданян покинет Нагорный Карабах». Ранее тем же днем прошла трехсторонняя встреча между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкина. В ходе переговоров, согласно сообщению армянской стороны, был обсужден проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных транспортных инфраструктур и осуществление делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью. Премьер-министр Пашинян подтвердил решимость армянской стороны добиться подписания такого соглашения, которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе. В то же время Никол Пашинян подчеркнул факт незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и вызванный этим гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе. В сообщении Госдепартамента говорится о значительном прогрессе в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь призвал к свободному передвижению через Лачинский коридор и открытию транспортных путей. Субтитры создавал DimaTorzok